всем привет ребят мы только что с ванюшкой были у зубного на плановом визите ему посмотрели ротик но он изначально не хотел открывать и нам уже чуть ли не под запрограммировали на следующий визит я говорю нет понюшку нужно просто немножко времени и он сейчас это адаптируется и все смотрим она просто не хотела как бы я не буду его насильно просить рот открывать водичка да и сейчас и в итоге все-таки он рот открыл все посмотрели все хорошо записали на такой следующий визит и какой-то флор нанести хотят на зубы для защиты и потом через год еще один будет визит а сейчас ванюш куда мы с тобой едем торговый центр замороженным и за игрушкой поехали я ему вчера ты в сумку положил немножко щетку подарили хорошо садись на кресло сейчас с тобой отправляем она не упала то я не могу две щетки держать не может ну хорошо тебе понравилось у врача да страшно было в начале не как начало делал фарот не открывал твоя шутка первая очень смешно я я там расстроился потому что представляется нужно будет спрашиваться со школы еще на один день и опять сюда ехать она что полчаса ехать и думаю да не давайте он сейчас рот откроет все будет хорошо в итоге все сделал первая шутка у доктора но он видать не понял твое чувство юмора все поехали привет ребята я вышла с салона сделала маникюр педикюр не успели мне переносили в общем мой визит в итоге я просто не успеваю потому что потом нужно забирать анечку а не делают маникюр педикюр в четыре руки то есть одновременно ну да ладно сделала пока маникюр уже хорошо запишусь на днях на педикюр посмотрю как там у нас с какие какие где у нас планы вот я уже все сажу еду во первых я приехала вовремя за 10 минут и 25 минут и искала парковку я сейчас приехала маникюр в моторах и это это капец так долго и нигде нигде не было парковки парковалась и за 3 9 земель вот так что нашла свой комбинезончик прошлогодний все мне нужно перебрать шкаф чтобы понять вообще что у меня там есть чтобы все носить что все маникюр сделал меня прям там печалка с маникюром было растет очень красивенько нежно аккуратно что дело сделано еду за анечкой как мама я знаю как важно каждый из нас реализовываться еще и профессионально не жертвуя естественно качеством своей жизни если хотите проводить больше времени с семьей обратите внимание на такую вот востребованную удаленную профессию как дизайнер презентации специалисты в этой сфере делают для клиентов самые разные слайды отчеты коммерческие предложения резюме презентации для выступлений стартапов а учат на дизайнеров презентации в академии презентации бонни и слайд николая пире и светланы фирсовой выпускники кстати этой академии в месяц зарабатывают где-то 200 тысяч рублей и более реализуя творческие амбиции в powerpoint неудивительно что эта профессия дизайнер презентации входит в топ востребованных хочу подробнее сказать про рынок презентаций заказчик презентации в среднем платит 1500 рублей и больше за слайд но а если вы знаете английский язык на дизайн слайд можно заработать от двух до четырех тысяч рублей в час это статистика сервиса апворк а еще дизайнером презентации не рождаются ими конечно же становятся поэтому я хочу порекомендовать вам бесплатный онлайн интенсив дизайнер презентации академии бонни и слайд начиная с этого вторника вы будете выполнять практические задания под присмотром основателя бонни и слайд светланы фирсовой вы научитесь создавать красивые слайды и начнете свой путь в дизайне презентации сделав свои первые слайды в powerpoint регистрируйтесь по ссылочке чтобы не упустить эту уникальную возможность за семь лет работы академия обучила более чем 50 тысяч студентов по окончании интенсива по дизайну презентации вы вполне можете стать одним из них переходи по ссылке и регистрируйся на практику бонни и слайд чтобы присмотреться к этой сфере к сфере презентации и попробовать ее на практике нужно всего лишь три дня и ваше желание не бойтесь менять свою жизнь к лучшему тем более практику абсолютно бесплатный так идем выбирать мороженое ты можешь взять любое мороженое которое хочешь смотри возьмем вот такое клубничное и вот такое кока-кольное да ну пошли смотреть дальше тут очень много мороженого так на палочках мы будем брать о давай вот эти возьмем вот такое это вкусная да так давай откроем сумку вот такое хочешь взять такое мороженое давай возьмем это кружочко так ну наверно какой-то в рожках возьмем нет в рожках будем брать мороженое да а что такое а шоколадное будем вот такое брать двойной шоколад смотри я предлагаю взять вот такое шоколадное и такое клубничное да но еще есть вот такое смотри и такое такое хочешь давай посмотрим какие тут еще есть ты хотел вот какой то из этих морожен или еще посмотрим ванюш смотри мочи манго не понравились а есть вот такая мочи чизкейк возьмем чизкейк попробуем давай надо посмотреть какой выбор тут есть да все знаешь так ванюш давай покажем какие в итоге мы мороженки купили вот такая вот такая с карамелью и с кундуком вот такая с разными кусами давай так вот их оставить чтобы их все упало отниму рожок с клубникой кружочки мороженое да с карамелью и с какими-то вкусными ягодами это очень вкусно мороженое мы уже покупали с шоколадом ванильным олешки тут нет тут ванили нет тут двойной шоколад ванильный шоколад да мы взяли еще печеньки мороженое печеньки орео да еще снять лаборатория взяли обязательно и мы еще увидели у бриби такой у бриби такой был вот сюда его потом взяли что это мочи мочи с чем с каким вкусом чизкейк чизкейк мы взяли кока-кока-кока мороженое там замороженное кока-кола да и там еще какой-то шурчик есть это лед вставай на стул мы сделаем с тобой классную фотку давай как-нибудь вот так сделаем ура давайте помоем давай как будто мы обнимаем вот так мороженое не не друг друга мороженое вот так берите какой хочешь это отлично а я а я буду вот это только не упади другой день пожалуйста все спасибо за этот день и замороженное это прекрасный день замороженное а что ты снимаешь папа снимай теперь тебе понравился этот день да скажи как я что скажи как я ну ты снимай тогда тебя снимать да давай спасибо за этот день и замороженное мне очень понравился снятие патруль и конфетка одна конфетка была в моей мочке это был лучший день за конфетки и за сердце спасибо ну пожалуйста сама это мой лучший папа на свете я сейчас расплачусь моя мама и моя мама это что это порыв нежности такой мама приехала да и они-то тоже лучше всех и ты лучше всех классно ты придумал по-испански по-испански по-русски фамилия это герунда а по-испански фамилия это семья ваня ножки 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 со стола опускай скоро у тебя будет герунг каченко я занимаюсь газоном не осталось проклеить последний шов и там подрезать в общем совсем чуть-чуть анютка купается с катей короче вариант бассейном это отлично после маленького бассейна они так перестала бояться сильно большого она залазит купается но потом может немножко забыться опять заплакать но это в это отличная информация ванюш нужно все должны об этом знать чернично ты куда залез в ванне в бассейне в общем на маленький бассейн хорошо в том году они тоже купалась супер в большом бассейне но в этом году дать уже больше понимает что есть какая-то опасность они надо переворачивать не выливай воду шкода маленькая многие кстати написали что детский шезлонг стоит так далеко от взрослого но я видела одну женщину девушку не знаю которая написала супер дельный ответ на это все что имеет смысл и этим руководствовались мы мы поставили здесь сделали детскую зону потому что она рядом с детской зоной здесь вот они играют сразу садятся туда ваня достелил траву сейчас гуляет с детьми я сижу за компьютером работаю вот так что занята такой странный кашель он у меня только утром и только вечером в течение дня у меня ничего нет и так кашляется знаете как будто даже не знаю как это объяснить и не могу остановиться вот это самое ужасное вот не знаю но в целом чувствую помните я вам рассказывал что и в инстаграме рассказывал что чувствую себя не очень это все прошло прям как-то за два дня все прошло вот и вот остаток остаточное то что осталось это вот кашель я прям чувствую что она прям как-то идет на поправку выходит что ли но беспокоит меня думаю что готовить на ужин завтра еще приедут мои родители к нам домой гостить а хочется сделать что-то на барбекю я вот думаю что приготовить такого вкусного не знаю либо взять и чуть-чуть рыбки и немножко мяса взять может каких-то колбасок ну короче я не знаю надо подумать я точно знаю что будет салатик какой-то овощи это всегда беспроигрышный вариант это всегда вкусно вот завтра едем на закупку потому что у нас просто шаром покати мы съели все я еще и ездила в магазин вот буквально наверное вчера покупала курицу потому что и яйца вот потому что овощей фрукты один инжир остался чуть-чуть и награда вот морковки много один манго один помидорчик кстати детям можно апельсин это для коктейля если салата не зелени ничего нет брокколи капуста цукини ну в принципе нормально но все равно вот допустим сегодня я буду на ужин свеклу есть с луком красным и сыр у меня тут есть фета вот здесь я вчера на ужин готовила рис с луком и с тунцом очень вкусно то ваня будет ужинать еще и мне есть уже готовый рис всегда стараюсь чтобы был потому что ну это просто обычный отваренный рис его в таких стеклянных можно в пластиковых баночках продавать продают покупать господи что я сейчас несу в общем если вдруг быстро разогрелось все масло вот яйца докупила потому что закончились все и ванюша наверное будет я еще и докупила вот такие вот а-ля наггетсы куриные куриные стрипцы по-русски вроде как-то так называется пожарю хотя ваня последнее время чуть на ужин у нас младший практически ничего не ест ну и зеленушка смотрите у меня осталась веточка зеленого чеснока и веточка укропчик поэтому завтра вот единственное что сегодня ребятки съездили закупить а есть упаковка пельменей закупили мороженкой вот такой вот мочи даже купили я думаю они уже все показывали такой фруктовый лод красота так что да нужно продумать меню хотя бы приблизительно и и завтра уже ехать на закупку в обязательном порядке так ну что пошла я присоединилась к нашим а у нас знаете что у нас сломалась ручка дверная не знаю мы вообще без понятия что с ней произошло смотрите она делает вот так вот так и мы не можем открыть дверь то есть дверь можно открыть только с той стороны такое конечно себе это хорошо поплавали в бассейне позагорали прям вообще о боже мой ванюша притащил вот это вот кресло с веранды ударился ногтем кровь слезы выстроил тут у него игра а ваня усмирил нашу девочку потому что мы мы вообще с детьми по разному проводим время ванюша вон о точнее ваня усадил анюта возишь не хочет о ей понравилось она теперь хочет мяч да я мячик уже доставал она его бросает да может она хочет ехать вместе с мячом анюта скажи дай 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 вау будешь ехать с мячиком ой 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 боже мой вы так резко стартанули мне кажется она была в шоке ребят ванюшу не показываю потому что он уже который день бегать галышом просто раздевается чего мяч и бегает галышом поэтому снимать его вообще не вариант не наденешь на него них не трусы не кроксы босиком вот тебя жизнь жизнь тебя ничему не учит ходил босиком ноготь на пополам просто и продолжает бегать босиком и год я не знаю какой как осенью мы его будем одевать опять ты помнишь вот этот период когда после лета нужно надевать много вещей теплых вот это дети отрываются аня была в шоке что оказывается нужно носить вещи за лето привыкают и потом осенью зимой вот мы как раз в андорру переехали а там нормально нужно одеваться ой дети были шоке ваня говорит плачет эти штаны неудобные ботинки неудобные все ему неудобно аня замотанная в этот скафандр ой то еще конечно приключение что ребята кто молодец я молодец сделала сегодня упор на пресс с утяжелителями на ноги чувствую завтра будет побаливать потому что нагрузка увеличилась и также сделала расслабляющее упражнение для ног эта тренировка с роллом мфр я недавно для себя открыла подобные тренировки местами в некоторых зонах мне безумно больно а это говорит о том что нужно работать над этими зонами а местами прям вообще кайф мне просто очень нравится особенно я кайфую с вот этим вот упражнением смотрите я просто не не могу это чистый кайф для меня вот так боже какая красота просто еще это супер профилактика против целлюлита класс ну и вот это тоже хорошо я единственное что путаюсь где как должна быть нога ой это больно хотела показать больно но классно еще вот так тоже круто можно делать не знаю видно мне кажется видно да хорошо вообще по видео включаете там много разных поз и еще вот это классно под лопатки кладете вот так выгибаетесь и потом скручиваетесь выгибаетесь и скручиваетесь и в общем то все в этом духе я просто кайфанула класс а баня на заднем фоне чистит бассейн от листиков то что ветер был налетело и дети там бегают рядом с ним возле бассейна а я а я занимаюсь о как хорошо вечером кайфово заниматься потому что утром иногда я делаю это утром потому что мне просто утром нужно это сделать иногда я прям чувствую что лучше я сделала вот прям сейчас утром иногда когда я оставляю на вечер до вечера иногда у меня уже хочется кушать хочется посмотреть сериал хочется полежать на диване и короче не хочется ничего делать но здесь меня еще знаете что очень мотивирует дети на улице ваня на улице я на улице и я понимаю что вот этот маленький протяжуточек времени который я уделяю спорту это буквально там ну каждый день по разному иногда это 8 минут там 10 минут иногда это минут 20 иногда полчаса но все равно это классно уделить этому время я так расслабилась мы садимся кушать катюша приготовила мне картошку жареную уже захотел вареную это у нас курица да? да давай и тут еще два разных салатика есть со свеклой это мой твой а у вас? а у нас другой со свеклой а ты не будешь мазать? ты мне угостишь? я сам положу Ванюш? я сам положу Ванюш? я сам положу вот через весь я хочу съесть сорочек вкусно вкусно ты вообще трусы сегодня надевать будешь? я так не надел? нет он хладист у нас что-то я забыл про это забыл про трусы? приятного аппетита ладно всем приятного аппетита светmême окей, гугл ап consultation окей, гугл спасибо мил ден альт после того что у меня сердце пошла я короче почему? Ребята, у нас уже поздно, Катюшка отправляется наверх, она собиралась идти наверх, как круто наверх, смотрите, как классно смотрится, пальма и лестница, круто, короче, Анютка проснулась, пошла к ней, но потом спать, а я сажусь за монтаж, так что, ребята, увидимся с вами завтра, и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok